Привет, ребята! С вами Мария Сафина и сегодня мы с вами поговорим на тему сладких йогуртов в рационе. Очень многие люди выбирают для своего каждодневного питания, особенно для завтраков, часто дают детям в школу различные сладкие йогурты, считая их супер-пупер полезными, источниками главным образом белка, источниками клетчатки, соответственно, если там есть на баночке нарисованные орешки, семена чиа, семена льна, различные отруби, чернослив, фрукты и так далее. Ну и, конечно же, источниками витаминов. Если мы посмотрим состав таких йогуртов, то мы, конечно же, увидим разительные отличия между йогуртом натуральным, без добавленного сахара, то есть йогуртом не сладким, который редко кто выбирает для своего каждодневного питания, просто потому что он не сладкий. Зачем выбирать не сладкий, не вкусный, если можно выбрать сладкий, тем более на нем же написано, что он семенами чиа или там с отрубями и так далее. То есть он якобы должен улучшать здоровье кишечника, должен оздоравливать и так далее. Ребята, я хотела бы вам сказать такую вещь, что любой сладкий продукт, в том числе, да, сейчас мы говорим о сладких молочных продуктах, сладких йогуртов, это в первую очередь источник сахаров, это в первую очередь источник добавленных сахаров, а потом уже в какую-то там 105 очередь это источник белка, потому что белка в таких йогуртах немного. И если посмотреть на то, какое огромное количество там добавленного сахара, а оно там достаточно большое, вот, то вот эта важность белка, она, конечно же, сводится практически к нулю. Я взяла один из йогуртов сладких и посмотрела, сколько же там сахарозы в составе. Вот взяла вот такой йогурт, ну, конечно же, их достаточно много. Смотрите, я не говорю, что продукт плохой или хороший. Каждый продукт, да, плохость или хорошая из продукта, она определяется тем, сколько вы его в свой рацион вносите, то есть количеством этого продукта в рационе и тем, как этот продукт в вашем рационе согласуется с вашей целью. То есть, соответственно, если вы худеете, если вам важно сократить количество калорий, если вам важно сократить количество добавленных сахаров, то вам нужно обращать внимание на содержание углеводов. Вот здесь очень хорошо написано на этикеточке, в том числе сахароза. То есть здесь сразу видно, сколько здесь добавленного сахара. На 100 грамм здесь указано 8,1 грамма. Баночка йогурта масса 150 грамм. Вот я пересчитала, у меня получилось, что на 150 грамм получается 12,5 граммов сахара. В норме человеку рекомендуется по ВОЗ 25 граммов сахара. Это 5 кубиков вот таких вот рафинированного сахара по 5 грамм. То есть, если мы посчитаем эти 12,5 грамм в кубиках, то это будет примерно 2,5 кубика. То есть там точно, по-моему, получается 2,5 кубика сахара. Но вот смотрите, это только в йогурте. А нужно 5. То есть таких йогуртов можно съесть сколько? 2. А если мы учтем еще, допустим, добавленный сахар в других продуктах, может быть, вы себе в чай кладете чуть-чуть ложечку. Ложечка сахара, она ведь тоже может быть разной. Там может быть и 3 грамма, если это маленькая, какая-то кофейная ложечка, допустим. А там может быть и 6 граммов, если это ложечка средняя между чайной и столовой. Ложечки тоже бывают разные, как и столовые наборы. Именно поэтому, ребята, я вам, вас призываю, пожалуйста, если вы покупаете сладкий йогурт, обязательно следите за тем, как именно вписать его в свою калорийность. И всегда подумайте, нужен ли мне сейчас этот продукт, он для меня адекватен при моей физической нагрузке и моих целях, или, может быть, мне лучше взять какой-то другой продукт. Ну, конечно же, я как человек фитнес-формата, я предложу, ну, даже для людей, которые фитнесом не занимаются, да, я все-таки предложу продукт без добавленного сахара, то есть натуральный йогурт без добавленного сахара. В каждой линейке продуктов, даже вот в линейке, да, вот этого производителя, есть йогурты без сахара, и вы можете выбрать, что вам в свой рацион вносить. Или йогурт с добавленным сахаром, или йогурт без сахара, но при этом вы сами можете нормировать, какую сладость вы от этого продукта хотите. То есть вы можете, в принципе, положить там не два кубика, да, не два с половиной кубика, а может быть, вам там чуть-чуть хватит вот этого сахарка чуть-чуть подсластить, и все. А может быть, вы просто положите сухофруктов, а может быть, вы там немножечко ванилина просто добавите, он будет классно, вкусно пахнуть, прямо как йогурт с ванилином. Кстати, в йогуртах с ванилином, они же сладкие, в них тоже есть добавленный сахар. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Вот, может быть, вы немножечко добавите ванилина и корицы, как вот я раньше делала, и все, и отлично, видите, вы не добавляете большое количество добавленного сахара, при этом йогурт напоминает вам, что, да, вашим рецепторам, что продукт этот, ну, такой вот вкусненький, сладенький, вкусняшка-сластяшка, потому что очень у многих именно вкусняшки-сластяшки, они ассоциируются с корицей, с ванилью, да, вот так чуть-чуть добавить, и будет классно. Может быть, вы сами порежете туда фруктов, тех же самых там яблок, груш и так далее, и при этом у вас не будет никаких в составе, соответственно, стабилизаторов, им вы будете полностью контролировать состав того, что вы положили, да, ну, сверх того, что вы положили там на производство, да, сверх того, что указано в составе натурального йогурта. Поэтому, ребята, соотносите все сладкие молочные продукты, которые вы употребляете, употребляйтесь тем, к чему вы, ребята, стремитесь. Вот, хорошего вам дня, увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока, будем еще разбирать составы продуктов подробно. Смотрите мой канал и вдохновляйтесь на здоровый образ жизни. Пока-пока.